Вот, а возвращаясь про Полину, про Полину Шелепень, с которой мы начали, ну, не хочется, честно говоря, подробно останавливаться, потому что не хочется сильно ее ругать, но очень мне не понравилось ее интервью, местами она себе противоречила, очень серьезно, скользила по поверхности, без глубины, пыталась похвалить и наших, и ваших, и тех, и этих, ну, где-то, может быть, взрослеет Полина, а где-то это выглядит подробно. Потому что очень заметно это ее желание. Ну, опус про Трусову и Косторную особенно характерен, когда она говорит, нет, это же не честно, Трусова прыгает к Ваде, ну, я в моем переложении, можете сказать, что я переврал, ну, как я понял ее опус, пересхожу. Итак, Полина Шелепень, это же не честно, Трусова прыгает к Ваде, а Косторная нет. Это несправедливо, поэтому возраст надо поднять и обеих оставить в юниорах. Лол, что? В огороде Бузина, а я в Киеве дядька. Не говоря уже о том, что это спорт. Ну, это несправедливо, что прыгает к Ваде Натан Чен. Мне кажется, возраст надо поднять до 35 лет. Вот 35 лет, к Ваде не прыгают, да, вот, достигнет 35 лет, и тогда будет честное соревнование. Ну, как же, Чен прыгает к Ваде, а какой-нибудь Лижеев нет. Нет, несправедливо, нечестно, это же нечестно. Ну, где честность? Лижеев лучше скользит, а что вы смеетесь? Лижеев лучше скользит, чем Натан Чен. Лижеев скользит, ну, не прыгает совсем, да, от слова вообще совсем. Кстати, в сборную Питера тоже попал в очередной раз, но это такое. Саханович в сборную Питера не попал, а Лижеев попал. Все, что нужно знать о сборной Питера. Кстати, о сборных по-прежнему нет списков сборной. Что-то происходит, видимо, какие-то изменения возможны. А может быть, это просто безалаберность. А может быть, мы вообще его не увидим. Бывало и так иногда. Как, например, мы не увидели в прошлом сезоне списка сборной города Москвы. Зато появился список сборной Питера. Списки сборной Питера появились. Я так поэтому уверенно про Лижеева и Саханович говорю. А вообще говоря, это спорт. Да, ты прыгаешь. Одинарные прыжки. А я не прыгаю. Ты выигрываешь. Ты умеешь бить по мячу. Хорошо. А я не умею. Ты забиваешь мне гол. Ты быстро бегаешь. А я помедленнее. Ну. Ты меня обгоняешь и завоевываешь эту медаль. Это спорт быстрее, выше, сильнее. Кто-то умеет больше, лучше, увереннее, чем другой что-то делает. И именно в этом смысл спорта. Я понимаю, к чему тут идет речь. О чем тут идет речь по поводу именно сравнения Косторной и Трусовой. Но даже этого сравнения не происходит. То, о чем я говорил, она даже не раскрывает. Скользит по поверхности. И вся Полина в этом интервью, у нее там много таких опусов. К сожалению, не первый раз с ней такое. Она хочет дать хорошее, доброе интервью. Она хочет всех похвалить. Она хочет сделать доброе дело. Но хвалит так, что другие, когда ругают и искренне ругают, и хотят поругать, они меньше вреда наносят, чем Полина хвалит. Александр Мун, ничем в возрастной цене Алене не поможет. Это просто секта Ждунов, когда же Трусову накроют пупердат и пропадут клады. Поэтому мнения могут быть разные. Это понятно все очень индивидуально. Мне интервью в целом за некоторыми исключениями. Все в ее пользу истолковую понравилось у Симы Сахановича. А вот у Полины Шелепень совсем-совсем нет. Хотя, опять же, я вижу добрые намерения. Но, как говорится, добрыми намерениями выложена дорога в ад. Здесь тот самый случай. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Тем не менее, именно Полина Шелепень лучше отзывается от Удберидзе, чем, допустим, Саханович. Шелепень, которая была от Удберидзе, я напомню, 13 лет. 13 лет. С 4 до 17. Там она до 17 несколько недель не дожила. Прямо из Новогорска сбежала со сборов. И Саханович, которая была один сезон. Саханович говорит, что Тутберидзе где-то может, дескать, пережать. Да, если Тутберидзе где-то пережимает, то Дудакова, мол, ее успокаивает. Они друг другу здорово помогают. Они друг друга здорово дополняют. То Полина Шелепень, наоборот, говорит, что Этерия очень хорошая и добрая. Почувствуйте разницу. Одна девочка вроде бы плохое интервью дала, другая хорошая. Одна была сезон всего там, а другая полноценных 13 лет провела. В общем, сколько у людей столько мнений, что называется. Обратите внимание, мы всю программу говорим о Тутберидзе, Тутберидзе, Тутберидзе. Но еще раз скажу об этом. Информационная повестка такова. Шо Мауна — это бесконечное обсуждение вокруг и около хрустального Тутберидзе. Интервью — это опрос с целью выяснить или что-то о Тутберидзе, или что-то о ее штабе, или навести наводящими вопросами на какие-то заранее уже вложенные в твой рот ответы о Тутберидзе. Но информационная повестка такая, к сожалению.